то ясно, что я не такой. Теперь ты обрати это к себе. Этот стих, он должен живой и действенный. И он живой, он не умер. Не умер, потому что я его исполняю. А ты скажи, не умер, потому что я и в него вошел этот стих. А в тебе он действенный, тебя гонят. За что делать? Или везде ты их раскланиваешь, и все. Пришли, поклонились, к иконам приложились, пошли домой, батюшке руки поцеловали. Если тебя ни за что не гонят, значит ты такой, как они. Павел говорит, если я проповедую обрезание, ты что тогда гонят-то? Они говорили, вы не поняли, Павел, обрезаться надо. Он говорил, но вы не поняли. Он говорил, надо обрезаться. Он же Тимофей-то обрезал. И Павел говорит, пишет послание, и они говорят, я проповедую обрезание. Тогда за что же они мне гонят? Они за то и гонят мне, что я говорю, обрезание ушло. Обрезание это был прообраз святого крещения. А я это обращаю в расширенном варианте на все, что окружает нас. Я православный. У меня дома иконы. Я их храме признаю. Но по иконам у нас здесь не ходят по стенам, как в любом храме придут, но начинают ходить как слепые за стенку держатся. Я понимаю, иконы это образ, первообраз, и больше ничего он напоминает. Не то, что энергетика какая-то, и свой мироточение. Сегодня уже понимают на уровне патриархии. Что не демон ли играет к нами с этими отношениями? Куда увели людей? Кровотечение, созотечение. Петр Первый обнаружил, как они делали. Подбери трубочки, с глаз капал. Еще раз где-то будет плакать. Икона, будете вы плакать. Он был крут на расправу. Вот это надо взять за основу было бы. Какой момент не возьму, у меня везде гонители. Сектанты гонят меня. А за что же не гонят? Меня все такой же, как баптист. Меня называют баптистом. Но если я баптист, а то что же баптисты меня гонят-то? Явно, что я не баптист. Я им говорю, что вы секта, вы ересь. Вы не церковь, а вы хорошая. Вы более нравственные, чем православные. Вы проповедуете о Христе правильно. Во Святой Троице Единого. Признаете? Я говорю адвентистам, какие вы хорошие. Как строго соблюдаете субботу. Но суббота указана на воскресенье. За что же гонят меня, баптисты, тогда? Я могу обратиться к любой категории людей, которые на меня направляют неизвительные стрелы своего языка и ума. Я не такой. Для меня нет авторитетов на земле. И поэтому всюду везде у меня враги и гонители. Я бы мог пройти и говорить, вообще на сколько я мог нажить врагов. По всяким разным причинам. Вы не забывайте, что если согрешает один, а ты проходишь мимо, виновен делаешься ты. Скажешь, а при чем здесь я? Да при том. Если ты не обречил его, его кровь я взыщусь с тебя. Езекииля 3.18. А хам взял из заклятого. Он взял, спрятал, никто не знает. А было написано уничтожить все. Книга Иисуса Лавина 7 глава. И весь Идрай потерпел поражение. 32 вдовы в один день. 32 трупа. Я сколько говорю об этом. Для нас есть заповеди. Не пускайте скотину. Не пускайте там, где что-то уничтожает своему брату, у сестры. Движу на засеянных полях, пасутся гуси. Уничтожают, посев. Это не первый год. Благословения в этом нет. И вы все это знаете, молчите. Другой все ловет, все пожали гуси. Бросил, ушел в другое место. На каких же вы христиане? На собрание поставить вопрос. Не можешь со скотиной обращаться правильно? Не держи. Совершенно не можешь. Снижай на другой конец деревни. Там еще далеко улица. Стройся там. Если мы видим наружу на заповедь Божия, деде не почитает отца, явно грубит. Хамит. Соберите всем собрание и прекратите это. Я понимаю, не так, как вы. Я не сквозняк. Я обязан остановиться и предупредить. А если ты говорил, Господь говорит, он погибнет, а ты спас твою душу. Не будьте безразличными. Нарушение заповеди одним, а ты видел, что она нарушена. И промолчал. Бог говорит, я с тебя взыщу кровь. Будьте более активными христианами. В первом послании к Коринфянам 1.18. Ибо слово о кресте для погибающих и уродства есть. А для нас спасаемых сила Божия. У нас понятие о кресте неправильно у православных. Крестик везде понаставили. И свечкой дома накоптили. И на себе крестик, и на могиле крестик. На аптечках крестик, и везде. Апостол Павел говорит о страдании Христа. Если это смысл не вложен, то поперечины эти ничего не дают. Римских рабов распирали на крестах. И они туда шли. Все войско Спартака было распято. От Генуи. Вот и все. У нас где ни войсбы, там и прорва. А за что ж гонят тогда меня? Явно, что я понимаю, не так. Я понимаю, без епископа нет спасения. Но я никогда не соглашусь, что епископы должны ставить мирские власти. Нарушен 7-й Вселенский собор, 3-е правило. А их ставило КГБ и КПСС. А тебе это надо? Какая разница? Неправильно ли делать священник? Правильно, ты пришел, смирись, а там ангел восполнит. Это выдумка. Вы слышали такое слово мечта? Ну пусть человек помечтает. Но мечтать не запрещуешь. Слово Божие, Библия святая, данное Богом и Его, говорит, слово мечта плохое слово. Ни разу в Библии не встречается похвальным. Господь говорит, положу предел мечтаний вашим. Не мечтайте. Мы обязаны знать и делать. А мечтатели-то там в Кремле сидят, обманывают народ. Мечта плохое слово. Завруби себе крепко и скажи, я не знаю. А вот придешь домой, открой симфонию, посмотри, открой Библию, посмотри. Я этого не знал, если бы не начал исследовать. Не надо мечтать. Надо реально представлять картину. Какой твой доход будет. Дальше как ты будешь жить. Мечтать не надо. А я думал. Плохо думал. Думал, придет, потеряю, потому что буду богатой жизни. А никто здесь и не обещал богатой жизни. Говорили, это отделение от мира. Но мы живем в мире. Потеряевка, это особый оазис. Это все понимают. Где учителя верующие. Батюшка верующий. Что удивительно. Тут много есть, то, чему можно удивляться сегодня. Слово о кресте для погибающих. Юрочство есть. А для нас спасание сила Божия. О чем мы заговорили, мы говорим. Господь страдал и меня на это призвал. От этого я не отступлюсь. Это крест, который дал мне. И я его понесу. 1.23 А мы проповедуем Христа распятого. Иудеев соблазна для Елены безумия. Это мы так привыкли. Христос на кресте умер. Других божеств нет. Ну какой бы ни был Ленин. За Бога ты его не считаешь. Никто. Тем более сегодня. А тогда было Марс, Юпитер, Минера, Кронос, Аскрипи. И каких только не было божеств. У них боги были над всем, что в мире есть. Отдельно Диана заведовалась зверями полевыми. А отдельно Велизеулу заведовала мухами. Мух много было. Помолишься Велизеулу, ты и мух не будет. Санэпиденстанция в нем заключалась. Вот хорошее божество для них было. И вдруг, говорят, был такой человек по специальности плотник. И сам себя не мог защитить. Распяли. И вот ходят какие-то рыбаки неграмотные. Класса за плечами нет. И говорят, что он воскрес и спасает. И как спасает? Кровь свою. Им говорили в ответ, что никого не мог спасти. А он чудеса делал. Да ты волшебник был. Христа-то называли колдуном. Силой князя Бесовского, Гелизеула, делающей чудеса. И на апостолов так и говорили. А мы знаем, это истинный Бог во Святой Троице. Второе лицо. Мы проповедуем Христа распятого. И мы едем сегодня проповедовать Христа распятого. Проповеда Христа распятого, значит, воплощенного от Девы Марию. Помершего за грехи наши по Писанию. Воскресшего для нашего оправдания. Вознесшегося и вновь грядущего. То, что считаем символю веры. Первое Петра 2.8. А которое они притыкаются, не покоряясь Слову. На что и они оставлены. Это люди, которые не уверовали во Христа. Не приняли его как за основу веры. И они оставлены. Как оставлены? Благодать покинуло. Ты можешь день и ночь говорить, он будет делать свое. Один пророк выразил это очень точно. Подошел к царю и стал говорить. Царь, ты не прав. Ну нельзя так. Страну разорил, вся, вся нищая. А кто тебя ставил, чтобы ты учил царя? Он сразу отошел от него. Я понял. Меня Бог послал, а ты не слушаешь. Теперь я знаю, Бог решил убить тебя. Когда мы говорим что-то из Слова Божия человеку, а ты не слушаешь, это признак того, что Бог подвел черту под тобою. Подо мною. Так и надо понимать. А то как бы человек ни сказал, ты поцелуй его, Златоуз говорит, за намерение. Он хотел спасти тебя. Это он намерение было уязвить меня. Это не важно. Ты его возьми на особый учет. И каждый день молись за него. И ты увидишь, и общая картина, панорама меняться будет. Каким образом, я не знаю. У Бога тысячи способов. У меня было так, что я выхожу на паперть Покровского собора в городе Барнауле. Это один храм был в то время. А священники почти все до одного против меня людей травили. Проходит время. Я ничего не делаю. Я только прихожу, молюсь. И на паперти подходит бабушке, падает в ноги, за ноги, хватается, обнимает и плачет. Прости меня, я против тебя говорил, а оказывается не так. Есть мирское выражение. Забыть да наплевать на все это. Баба, не надо ничего этого. Да я вот судил. Да зачем же ты судил? Написано, не судите, да не суди, вы будете. Я судил. А мне вчера звонят тоже об этом. Да я вот о вас плохо думал. А задумаю, что просишь прощения. Значит, кроме дома что-то было? Да, я говорил. Ну так и говори. Покаяние просит, а сама лукавит. Ну говорила. Ну и что из этого изменилось? Я иду по деревням, а ты сидишь дома. Кого ты судишь? Ты судишь меня вчера, что это еще правильно или неправильно. А ты бьешь пустое место, меня там уже нет. Я уже был на исповеди рыбу, счастлив. Я уже ничего этого нету. Но я уже на исповедиду. Иди на исповеди, Бога, проси прощения. Как ты меня прощаешь? Не прощаю. У меня прощать не вообще. В чем я тебя буду прощать? Слова просто ради Христа. Мне это не надо. Я ничего не имею. Я каждый день сидя молюсь, я люблю тебя. Жалею твою тупость и глупость. Дожила до пенсии и не знаешь пути спасения. Слышала тысячи проповедей и ни разу не пошла на благовестие. Вот отсюда и ноги больные и все остальное. Иди на благовестие. И Бог лишнее это из нас выветрит. 1 Коринфянам 15.30 Для чего и мы ежесчасно подвергаемся бедствиям? Павел вопрос задает. Для чего? Притом ежесчасно. Это не коринфянные получения. Потеряешься община. А ты скажи, Господи, а когда я ежесчасно подвергался бедствиям? Каким? За Христа по слову. При благовестии. Когда Павел с одного места переходил на другое и везде встречали враги. Дверь отверстия для проповедей и противников много. Бог так делает. Бог мог бы сделать так, ни Града не было, ни Жука Колорадского, ни Мышей. Это все в руке Божьей. Но Бог это дает, чтобы нас все время побуждать ему молить. Я не могу от этого избавиться. Жука отравили, отравили, ничего нет. Раз мороз нынче Жука потравил, померз, и не вилет. Целые поля засеяли, брали двойное обязательство. Все. Целой области сейчас на приколе скот стоит. Урожая нет. Бедственное положение, разорение. У Бога все. Ты только надейся на Бога. Деяние 21-28. Крича, мужи израильские, помогите. Этот человек всех по всему учит против народа и законы, и место сего. И притом и ель навел в храм, и оствернил святое место сие. Это на Павла так говорили. А они обвинения, все, которые говорили, учит против народа. Что такое против народа? Это враг народа. Откуда взял Сталин-то это выражение? Это враг народа. А можно было наказать? Далать невинные священники, их брали, как врагов народа расстреливали. Я стал задумываться. Я понял, они враги народа. Они на самом деле враги, они не учили людей. Эти расстрельщики, это могли быть лучшие благовестники христианин. Мусульман бы не было. Это были бы прекрасные проповедники. Это враги народа, монахи враги народа. Они скрыли Евангелие, запечатали людей, люди не выходили. Вы сами это посеяли. Сегодня, скажи себе, в последний раз зашел в огород. Ты посмотри, что там будет. Через месяц туда уже не зайдешь, ничего не найдешь. Так и детские души. Так и люди, которые вокруг нас. Все заросет у нас с сорняков. А ты заботься об этом. Молись. И все начнет изменяться. И изменяться к лучшему. Есть такое выражение в мире, что если познакомился с девушкой и хочется узнать и ближе, познакомься с ее матерью. Как правило, это очень похоже слепо. Ты, невеста, идешь за него. Постарайся узнать, кто отец. Как он живет. Как он молится. Очень похоже дети на становение. Как правило. Не всегда, но в большинстве случаев. Поэтому родители несут огромную ответственность за то, что дальше пойдет. Вы копируете свой слепок, добрый или плохой, на тех, которые за вами пойдут. Это же касается и духовной проповеди священства. Каков коп, таков приход. Откуда-то поговорка-то? Она не с неба пала. А путем опыта народ накопил это. Каков коп. А вот такой. Какой был отец Даниил Сысоев, которого мусульманин. Или кто там, застрелил его. И такая пасха. Буквально на следующий день напали на другого священника уже. Они продолжают дальше идти по городу свидетельствовать. Не говорю как. Что-то не так, как мы делаем. Но мы-то тоже не образец. Нам не с кого пример взять. Может для кого-то и образец. Но мы оригинал-то знаем только у апостола. Ну, это все воображение я восстанавливаю. Как он шел, Павел? С кем разговаривал первый раз? Я не знаю. Случайно узнаю из жития святого Марка. Говорят, слушай. Правильно. Но этот случай-то Бог сделал. Он заходит. Сандалия оторвалась. Подошва оторвалась. Да с кем это не бывает. У вас половина обуви сегодня не работает. Сапожник сидит, подошел к нему. Ничего необычного в этом деле нет. И сатана не противодействует. Оторвалась, сиди в сапожную мастерскую. Сатана понимает, что это обыкновенное дело. И вот сатана задремал, видимо. Да может задремал и сапожник. Коля держила, сорвалась и проткнула ладонь. Какая боль. Кровь. Заражение. Марк перекрестил. Рана затянулась. Тут же. Тут удивляется. А что это такое? Во имя Иисуса Христа. Мы несем новое чудное учение. Все поликлиники мира, диагностические центры заключаются в имени Иисуса Христа. Так пойдем ко мне домой. У меня там сын еще есть. Встретились. Немного погонял, уходит этот сапожник. Епископом остается, а стоит пресвитером. Общенообразованно. Пошел дальше. Это не случай. По воле Божьей. Так Бог делает. И в твоей семье наступят перемены. Ты допусти этот священописание к себе, к семью. И скажи, дай-ка я рассужу. А когда меня обнали за Слово Божие. Чтобы не крик, как говорят, до потолка. А крик наш иногда будет не до потолка, а до. Хотя и Бог слышит. Деяние 22, 21, 22. И он сказал мне, иди, я пошлю тебя далеко к язычникам. Да это Слово слушали его. А за Сим подняли крик, говоря, истреби от земли такого, ибо ему не должно жить. Против проповеди такой вопли от попов несется, что отлучить от церкви. То есть это не должно жить. Ты переведи, что это отлучение от церкви, это отлучение причастия. Это отлучение от жизни вечной может быть. Они слушали Павла. Он говорил все по истории израильского народа. То есть я буду сейчас говорить с Иеракима Саровского, о мощах, о пустыню. Это слушать будут. Ну а когда я сказал, что всех монастырей надо распустить и идти проповедовать, до сего момента слушали, а за Сим подняли крик. У мертвей такого, отлучи его, надо патриарху сообщить. Начните делать так, как апостолы. И вы, наконец, свой огород увидите, как летит целый град камней. Страдать за Христа надо. И при том умышленно не надо на это, как говорят, нарываться. А просто ты делай, как Бог велит. Мы едем сегодня на благовестие. Мы не знаем, что там будет. Просим молитву, финансовой помощи. Нам рассчитывается, нужно шоферам. Не оставайтесь в стороне. Мы уезжаем, пока мы не вернемся. Просите особой милости у Бога, чтобы вы вернулись живые. Чтобы враги по силам были. Мы как-то едем сейчас, и нигде врагов нет. Это ненормальная обстановка. Враги должны быть. Или что-то особая милость над нами. Я не знаю дальше. Я знаю, что всегда противодействие есть. А мы 14 всего прошли, и мало противодействия. А сатана запрещает, он говорит, а я в церковь хожу. Им ничего уже не нужно. Они в церковь ходят. Поездки, которые ходят и причащаются, как правило, они говорят, а нам зачем ваше Евангелие? Я хожу, мне батюшка. Вот мы сейчас были, вот последний раз. Большое село, Вылково, живут довольно зажиточно. Я говорю, а у нас тут церковь есть. Весь зек принимает, разговаривает. Но вот ближе к центру, ближе к тому месту, где церковь-то. Мы натыкаемся на ту, которая ходит. Она мгновенно сразу отрезала. Первая прихожанка. Батюшка у нас приезжает, я была там, отец Рафаил, я его Евангелие. Какое Евангелие? Это зачем? Это сектанты только. Нам никто это в ней говорил. Но она ходит в храм. А она уже отравленная. Отравленная по полу. Немного плодящего, но встречаем они близ храма. Но храм закрыт, там здание, около магазина прилепленное. И стоит на нем распятие. Да распятие такое нижнее, косая, такая же по длине, как верхнее. То есть они даже крест не могут правильно сделать. У них одинаковое. Подари Евангелие. Юноша молодой работает, не берет. Почему? Да я этим не занимаюсь. У меня мамка ходит. Ей можно дать, а ей ничего не надо. Она безразличного сына имеет. Может быть она его и научила так. Батюшку, конечно, мы не нашли. Его там нет. Он приезжает очень редко. Но вокруг себя он создал уже обстановку. Ничего не надо. Здесь батюшка. Когда приедет, получите. Все остальное прочь. А у нас есть священник. Я говорю, у нас есть священник. Она ничего не слышит. Как гусья аспита, затыкающая хвостом уши свои. Я ей показываю фотографию книгу. Она не понимает даже ничего. Я по неволе вспоминаю. С одного сектанта обратился, ходил. Вышел из того гора и говорит. Я смотрю на ваших людей. Или этих людей Бог не избирал никогда. Или одних дураков набрал. Они вообще ничего не понимают, эти люди. А зачем батюшка есть? Священник затмил Евангелие. Затмил истинный труд Духа Святого, Христа. Больше его греха не сделает даже самое тихо. А если бы священник учил, я сказал, вы развлечайте. Если человек совершает крестное знамение, крест имеет уже достаточно, что это уже не сектант. Сектант этого не имеет. Ну просто, понятно было. И вы это совершаете, где крестное знамение, они не слышат и не видят. А за что же они меня годят? За то, что я говорю, что это не поп. Он обманщик. Это лютый изверг. Враг. Враг народа. И они говорили, теперь против места сего учат. Они подняли, всех взбаламутили. Весь город пришел в движение, апостолов побили, Павла за ноги вытащили за город и бросили. Но будет день, когда будет воскресенье измертных. И все тогда вспомнится. Кто ходил, кого знали, кого били. Это все умные, уже 2000 лет никого нет. Но учат разное. Исаия 8.14. И будет он освящением и камнем преткновения, и скалой у соблазна для боев до Бога Траиля. Петлей и сеть для жителей Иерусалима. Это господа имена. И петля, и сеть, и камень преткновения, и скала соблазна. Да какой же во Христе соблазн? О том, что спасение даром дается. У православных это неприязненно. Они сектантам обзывают, что надо обобщинку. Спасение даром дается. Не за поклоны. Не за то, что я добрый. Все имение раздам даром. Христос умер и даром дал. А теперь тебя принял? Теперь докажи. Теперь добрыми делами, молитвами, всем каждый день. Подтверги, что ты верующий. Что ты щадо Божие. Хорошо себе? Усвойте это. Мы спасаемся благодатью Христовой даром. Даже еще не будучи в церкви. Христос уже призвал нас. Римлян 9.32. Почему? Потому что искали не веря в делах закона. Ибо преткнулись о камень и тесновения. Чтобы мы тоже не преткнулись об этом. Что мы православные. И поэтому нам путь спасения открыт. Православие это как раз и больше всего надо трудиться. Мы сейчас услышали слово Божие. Если я проповедую обрезание. За что жгодят меня? Нас обязательно должны гнать в свои православные. Это однозначно. Почему? А мы многое понимаем не так. К нам претензии. А почему у вас надписи как у баптистов? А почему у вас Библия на русском языке? Они нас абсолютно со всех сторон оккупируют. Даже ласточки здесь. И то, что почему у вас ласточки? А вы Псалтир считаете? Ну 83-ти Псалов считаете. И там написано. Как ласточка слила гнездо в алтаре твоих. Ласточки в разных местах. Но алтаря где? У нас же это и то пописали. Тут уж явно что не мы же эту бред тут не пили. За нами очень пристально следят и очень далеко. И поэтому если они гонят, это доказательство, что они отторгают нас как инородное тело. Нам нужно только проверять. А по Евангелии я поступаю. И не бояться этих упреков. Как бы они нас ни называли. Я 47 лет иду уже этим путем. И постоянно слышу разные упреки. Главное быть верным Христу. А упреки они, говорят, брать на воротнике и не виси. Пусть Господь нас крепко укрепит. И сегодняшний путь наш будет безопасным и благословенным, как благовестников. Аминь.